Приветствую вас, Дарьян. Давайте разберём ваш вопрос. Собственно, вопрос заключается в том, что человек, значит, в 13 лет, встретив свою первую любовь, на протяжении 11 лет не может её забыть. Общается с ней, потому что этот мужчина уже является неотъемлемой частью её окружения. Общаются они постоянно. И, как пишет автор вопроса, у неё к этому человеку до сих пор, ну, довольно-таки сильный чип, как она говорит. У неё, к нему, до сих пор, довольно сильный эмоций, вот, прямо-таки стресс. Вот. А тем не менее, тем не менее, оба они уже в отношениях. Оба в отношениях. И она, и он. И она, соответственно, замужем. Но в отношениях с мужем у неё, по её словам, всё не очень хорошо. Он вёл себя непорядочно по отношению к ней. И, в общем-то, когда она сказала, что не хочет от него деться, и, да, её муж, вот, изменился, стал вести себя по-другому, и теперь автор вопроса думает о том, что нужно бы сохранить семью. Ну, тем не менее, вот, эти чувства к мужчине из её детства, в прямом смысле этого слова, потому что познакомились они и были в отношениях, когда автор вопроса было. 13 лет, а, соответственно, мужчине было 15. Вот. Что хочется сказать? В первую очередь хочется сказать, что, несмотря на то, что вы говорите про сложность вопроса, вы его не задаёте. То есть, ну, нет у вас вопроса. Ну, ничего вы хотите. Гармонизировать отношения с мужем — это одно. А в себе разобраться, например, в своих чувствах, в своих эмоциях — это другое. Там, грубо говоря, расставание, пережить с мужем, если вы, так скажем, решили с ним расстаться — это третье. Но пока что не совсем полезно, чего вы хотите, что вам, ну, вот, нужна, какую, какую, ну, помощь вы хотите получить. В частности, от психологов. Понимаете, да? Это первое. Второе. А, конечно, то, что вы описываете, довольно сложно назвать, а прямо-таки любовь. Любовь. Да? То есть, ну, вот, с точки зрения психологии, да, с точки зрения, вот, психотерапии, с точки зрения нашего опыта, это, наверное, мы не можем сказать, вот, с полной такой уверенностью, что это, вот, что называется у вас любовь к нему. То есть, эээ, страсть, да, безусловно, ээ, именно страсть. Ну, вот, ээ, насчет любви нет. Эээ, насчет нашей любви, любви есть, эээ, ну, некоторые подозрения, некоторые сомнения, что это любовь. Эээ, значит, это что важно? Что важно? То, что, эээ, во-первых, у вас искаженное восприятие вашего, эээ, мужа, потому что, эээ, вы, скорее всего, с ним были, эээ, в отношениях, как раз-таки, испытывая чувства к данному мужчине, и, соответственно, эээ, ну, вы подавляли эти чувства, понятно, но, скорее всего, эээ, эти чувства, они у вас, эээ, были, и, значит, повлияли на выбор мужа, на выбор другого человека. Кроме того, вы говорите, что, вот, нужно сомнения сохранять, да, как бы, а это, вот, тоже, ээээ, ну, влияет, эээ, достаточно сильно влияет на, ээээ, поведение. То есть, эээ, если вы руководствуетесь, ну, вот, к примеру, да, ээээ, если вы руководствуетесь, вот, ээээ, таким аспектом, как, ээээ, допустим, ну, ээээ, именно, вот, семьёй. То есть, то, что, нужно, ээээ, сохранять семью, да, то, что вот нужно, там, ну, обязательно, вот, создавать семью и так далее. То есть, если вы, ээээ, руководство deze, вот, ээээ, вот этим аспектом, то, ну, скорее всего, эээээ, вам будет, эээ, довольно сложно, ээээ, быть счастливой, потому что, эээээээ, Ну, скорее речь идет об определенном статусе, ну, вашем определенном статусе, да, то, что вам важен статус, статус, социальный статус, вот, а не ваш, как бы, ну, лично, так скажем, счастье, вот. И, соответственно, это, конечно, дает такой вот потенциал для того, чтобы вы были склонны к тому, чтобы себя как-то вот предавать, что ли, вот, для того, чтобы вы были склонны себя игнорировать, это первое. А второе, значит, несмотря на то, что говорить конкретно о любви, на мой взгляд, было бы не совсем корректно в данном случае, и я думаю, что говорить о том, например, говорить о том, что у вас действительно сильные чувства, вполне себе может говорить о том, что у вас именно сильные чувства, вот. Но отдельного внимания заслуживает аспект, что это за чувства. В большинстве случаев, ну, именно вот в большинстве случаев, ситуация такова, что больше всего мы любим именно свое состояние с человеком. То есть мы любим не самого человека, а свое состояние с ним. И вот это, на мой взгляд, очень важный момент. То, как вы себя чувствуете с ним, вот эти вот, как вы говорите, головосносящие эмоции, головосносящие переживания, это про ваше состояние. Состояние, которое вы по-другому почувствовать никак не можете. Состояние, которое вы по-другому никак не способны почувствовать, никак не способны ощутить. Вот. А почему-то, 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 почему-то вот не способны. Ну, то есть, можно, конечно, эээ, ну, там, начать, эээ, какие-то строить, эээ, предположения относительно того, да, почему. Ну, я не думаю, что это прям вот, ну, будет так важно. Я думаю, что важнее вот то, что, ну, не можете вы почувствовать себя так, как чувствуете с мужчиной, да, вот. И, соответственно, наша задача, ээ, выяснить, эээ, в первую очередь, эээ, суть, эээ, вот именно, суть, ээээ, вашего, эээ, переживания, суть, эээээ, ваших эмоций, суть вашего состояния, вот, и дальше уже, вот, ну, как бы, в дальнейшем, да, чтобы вы могли действовать сам, то есть, чтобы вы могли сами, вот, самостоятельно это, эээ, состояние, ну, испытывать, так, так вот, скажем. Я думаю, что, эээ, ну, так вот, будет, наверное, наиболее корректно и наиболее адекватно сказать вам. Вот, то есть, эээ, с одной стороны, с одной стороны, обесценивать, эээ, свои эмоции, обесценивать, эээ, свои чувства, эээ, ни в коем, эээ, случае, эээ, я бы не рекомендовал вам, эээ, ну вот, пересмотреть, в какой-то степени, эээ, свою позицию, эээ, вот, относительно именно, ээээ, ну, реализации и, ээээ, продвижения, может быть, эээ, своих интересов. Вот, потому что, эээ, есть у меня такое ощущение, есть у меня такое чувство, что, ээээ, есть у вас сейчас с этим, ээээ, проблем, ээээ, проблем. Вот. Кхм. Вот, ээээ, то, что, в целом, я мог бы вам сказать. Ээээ, сейчас. Вот. То, что в целом, я бы мог вам ответить. Ээээ, сейчас. Ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да, вот, и с точки зрения ВООП. Ээээ, да, конечно, вам необходимо, эээ, учиться. Брать ответственность за свои чувства. Вам необходимо учиться брать ответственность за свои эмоции, свои переживания, вот, вам необходимо учиться, ну, как бы отвечать за то, что с вами происходит, вот, ну, то есть, самостоятельно брать ответственность за это. Другой вопрос, что, ну, так вот сразу, сходу сделать это может быть не так легко, вот, но не невозможно, к счастью, вот, не невозможно, поэтому было бы желательно, было бы желательно, вот, поэтому я думаю, что ответить вам можно, вот, вот в том числе, ну, вот так, как я это сделал, официально. Вам желательно сформулировать вопрос свой, вот, и приготовиться к переменам в своей жизни, серьезным переменам в своей жизни. Если вы действительно хотите и готовы решать проблему, вот, ну, которые обстоят. Совершенно не факт, что вы будете и со своим мужем, совершенно не факт, что вы будете и с, ну, вот, с молодым человеком, вот, ну, так, которого, у вас, к которым у вас, ну, есть, вот, сильные чувства, вот, совершенно не факт, что вы будете с кем-то из них, но, тем не менее, это вам необходимо для того, чтобы лучше в себе разобраться на данный момент, по крайней мере. У вас присутствует чувство стыда, это довольно важно, потому что чувство стыда способно много чего испортить, вот, и, соответственно, чувство стыда, так же нужно вам работать, вот, ну, по крайней мере, смотреть, вот, в сторону того, чтобы этого чувства было меньше. Потому что оно мешает вам слушать свои желания и потребности. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я надеюсь, что это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Должение следует... Продолжение следует...